Добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо, что в это вечернее время вы все-таки нашлись возможности присоединиться к нашему эфиру. Арье, с вашего разрешения я хотел бы начать с такого момента. Вот буквально одно из самых последних интервью господина президента Хамалиева, испанскому агентству он дал интервью. Вы знаете, он там очень интересного момента коснулся. Он говорит, что все это время в переговорном процессе, порядка около 30 лет так или иначе идут эти переговоры, 27-28 лет, да, с азербайджанской стороны был призыв, введите санкции, это касалось именно сопредседателя Минской группы области, стран Минской группы, что введите санкции в отношении той же Армении, чтобы она, скажем так, была более разговорчивой в переговорном процессе. Переговорный процесс имел хоть какой-то результат, но страны отказывались, страны даже отказывались объявлять. И он, как бы комментируя это, он говорит, что, видимо, они думали, что конфликт не имеет военного решения, но сейчас они, скорее всего, осознали, что конфликт имеет и военное решение, но Азербайджан сторонник военно-политического решения, как минимум на данном этапе, и хотел бы, чтобы этот урегулированный процесс перешел в политическую фазу. Я хотел бы узнать ваше мнение. Страны-сопредседатели, которые, как выразился господин президент, сейчас уже, скорее всего, осознают, что конфликт имеет в том числе и военное решение, готовы ли они, те, которые раньше даже не вводили санкции, не говорили о санкциях, но сейчас готовы ли они как-то приструнить официальный Ереван армянскую сторону, чтобы она стала более сговорчивой, что ли? На самом деле, конечно же, здесь господин президент совершенно прав, что реально им казалось, что нет военного решения конфликта, и поэтому каждый, как несколько раз я тоже видел несколько интервью господина президента, на самом деле он говорит, что они приезжали и уезжали, приезжали и уезжали. Мы так не понимали до сих пор, почему это так происходит, почему не вводятся какие-то определенные санкции. Когда этим государствам, в данном случае, интересам выгодно, они в течение одного дня, в течение двух дней вводят санкции и уничтожают это государство. Приструнивают, как вы правильно сказали. И поэтому с этой точки зрения, я думаю, что сегодня эти страны осознают, потому что в этой ситуации, конечно же, я опять же прекрасно понимаю, что в данном случае США и Франция здесь хоть и имеют какое-то определенное влияние, все прекрасно понимают, что ключ решения этого конфликта решит в Москве. И все прекрасно понимают, что только Москва может реально пристроить официальный Ереван. Поэтому в этой точке зрения и то, что сегодня Азербайджан проводит операцию по принуждению к миру, реально, как это происходит, и мы видим, какие большие преимущества у азербайджанской армии, и технологические, и военные. Хотя очень часто армянская сторона обвиняет государство Израиль, что видите, все из государства Израиль поставляет. Но ситуация такова, что Азербайджан и с военной точки зрения, и с геополитической точки зрения, и с технологической точки зрения Азербайджан намного превышает силы Армении. И в этой ситуации им, кроме того, чтобы обвинять другие страны, и даже страны-сопредседатели, и ту же Россию, которая обеспечивала до сих пор хорошую помощь Армении, они на это все не смотрят. И реально говорят, да, мы в очень сложной ситуации, мы, наверное, хотим мира, но мы не отдадим Карабаху. Понимаете, это нереально. А если, например, до конфликта Азербайджан был готов идти на определенные уступки, сегодня Азербайджану нет даже платформы для этих уступок, когда Азербайджану реально почти было деоккупировано 5 слоев Азербайджана, осталось там Шуша и Латчин. Я думаю, что если армяне будут иметь немного понимания ситуации, восприятия ситуации, может, тогда они поймут, что реально нужно отдать Шушу и Латчин и понять, что они... Если они фактически сегодня правительство так называемой республики Нагорного Карабаха, это марионетничество режима, уже перевели Ереван, они прекрасно понимают, что им осталось недолго. Да, я, в принципе, ваш оптимизм разделяю, но просто напомню, что официально на сегодняшний день мы имеем случай с освобождением почти четырех районов, и, господин президент, это ядно... Да, четырех районов, четыре райцентра, множество сел, есть села, так сказать, населенные пункты непосредственно в границах, которые были... Понимаете, самый факт, что Азербайджан уничтожил этот миф о непобедоносной Армении, он уничтожен, понимаете? Это сегодня не только сидящие в Баку, понимаете, те, кто сидят в Израиле, те, кто просто живут на Западе, все это прекрасно понимают. Главное, окончательно, чтобы это понимали в Ереване, потому что такое ощущение, что они в таком стрессе, что они сейчас отказываются думать. И знаете, раз уж мы коснулись этих моментов, я задам еще один вопрос по поводу отказываться думать. Знаете, было интервью, в худшем смысле этого слова, резонансное, премьер-министра Армении Никола Пашиняна израильскому изданию The Jerusalem Post, и мы в течение последних двух дней говорим с людьми из Израиля, которые, мягко говоря, в шоке от того, что несет этот армянский премьер-министр. Интервью называют, ну, скажем, такими эпитетами, как абсолютно хамское и так далее, и так подобное. Но чего только стоит, когда Израиль предлагает гуманитарную помощь этой бедной, несчастной стране, он, в принципе, точно отметил, хамски от нее отказывается, начинает грубить. Вот у меня такое ощущение, то, что эмоции в Израиле я понимаю, то есть, ну, так говорить с Израилем, это неуместно, как минимум, да? Но как Израиль будет реагировать, как Израиль в будущем будет строить свои, с учетом ли вот такого поведения официальных лиц? Вы знаете, с этой точки зрения, да, в отличие от экспертов, которые с вами говорят об этом из Израиля, я в данном случае, кроме того, что могу сказать, я хочу и делать, понимаете? Есть очень много моментов, которые, к сожалению, я вам честно скажу, у меня был сегодня разговор к главному ритактору «Черусалим-Пост», и я ему сказал, оставь Пашиняна, мне стыдно перед вами, перед «Черусалим-Пост», газета, которая считается одной из самых классных газет, правых газет Израиля, печатают интервью президента нищей Армении, которая обвиняет Израиль в чем, в чем, в геноциде. Такое себе представить? Я сказал им, что, знаете, как бы вы ни относились к демократии, я все понимаю и принимаю, но страна, которая себя уважает, не должна была брать интервью у человека, который реально у него выпрыскивает ненависть к Израилю. Ненависть. Добавку я к вам скажу, что сегодня я прочитал интервью помощника начальника генерального штаба, где он сравнивает Израиль с Германией 1933 года. Вы имеете в виду человека из Армении, который это делает? Да, да, Погасян, по фамилии Погасян. Это не маленький человек, он советник начальника генерального штаба. Я в продолжении там и скажу, что такое себе представить. То есть у этих людей понимание дипломатического протокола, этикета со страной, с которой они вроде собирались сотрудничать, просто его нету, понимаете? Люди как будто, я очень извиняюсь, как будто люди вышли с улицы. И реально вышли с улицы. Но в случае с Николом Пашиняном оно так и есть. Это правда, да. Оно так и есть. Оно так и есть. Ситуация, я опять же говорю, у Израиля и Азербайджана прекрасное отношение. Иногда бывает такое, что мы находимся на разных геополитических платформах и Израиля, и Азербайджан. Но никогда ни Израиль и ни Азербайджан друг друга в чем-то не обвиняют. Не просто не обвиняют, на таком высоком государственном уровне, такого в наших отношениях никогда не было. Я вот недавно, когда выступал на израильском телеканале, я сказал, что все может происходить между странами. Но если глава государства на таком уровне говорит об Израиле, то я бы вместо Израиля их вообще сюда не пускал. Вы знаете, Арье, я обратил внимание такое. В сентябре, есть не шаги, посылать своего посла в Израиль, это все, знаете, как преподносить, как нечто, а через месяц делать заявления оскорбительные, просто граничащие с антисемитизмом. Говорит ли это о том, что изначально даже эта история с послом не была искренней? Я с вами сто процентов, я здесь, потому что я здесь это ощущаю, можно сказать, на своей шкуре. Когда я иногда с ними встречаюсь на этих телеканалах, я вижу, что самое страшное, вы знаете, что здесь живет армянская община Израиля, да? Большая, маленькая, неважно, но они здесь есть. Когда они становятся на сторону режима Пашиняна, и тоже говорят, да, он правильно говорит, я говорю, вы не задумаете того, что гражданин Израиля, если мою страну будут обвинять в фашизме, то что еще дальше, понимаете? Вот это самая страшная ситуация, что сегодня, лично для меня, армянская диаспора в Израиле, это пятая колонна, ничего другого. Это реально пятая колонна. Ситуация, когда, вместо того, что, да, мы неправильно поняли, ситуация, когда он говорит, что, я вот с этой ситуация хочу сказать, почему, например, тот же Пашинян учит Израиля геополитике? Да, это вообще ужасно, да? Страна, которая является... С Азербайджаном, сотрудничеством с Турцией. Почему ты, например, это Путину не говоришь? Скажи это Путину. Тот же Путин продает Азербайджану оружие только, что и тебе. Потому что это другой вид, просто Израиль, я вам скажу, управляю в том, что Израиль больше, как он сказать, сконцентризован на Ближнем Востоке. Понимаете? Он учит Израиля с кем сотрудничать. Когда отношения между Израилем и Азербайджаном, в следующем году мы будем отмечать 30 лет нашего отношения. И весь сегодняшний арабский, мусульманский мир учится именно у Азербайджана, как сотрудничать с Израилем. Понимаете? Я очень знаю, вы совершенно правы в том, что страна является геополитическим тупиком. Страна, которая всего четырех соседей имеет, с двумя абсолютно отношениями не поддерживает. С другой, там есть латентные территориальные претензии и так далее. Как и на каким, с каким умом вообще можно объяснять Израилю, как он должен строить свои отношения, свою географию? Если Израиль сидит, скажем, на Ближнем Востоке и находит свои отношения в Африке и с большими африканскими странами работают, чем же Азербайджаном работают на Южном Кавказе и Азербайджаном, сколько бы они не хотели и не принимали, но Израиль на Южном Кавказе, Азербайджан стратегический союз. Этого они не хотят принимать и никогда не примут. Поэтому в этой ситуации осмотрите, какая у них технология, а какие у них возможности. Я тоже сказал, что вы тоже говорите, что вы очень умный народ. Пожалуйста, почему у вас нет технологии, как в Израиле? Почему у вас нет такой возможности, как в Израиле? Критиковать вы можете и фашизм вспоминать вы тоже можете. Мы тоже это не забыли, что в фашизме армяне тоже не имеющие участие, чем... Памятники ставите, памятники ставите. Никто не забыл. Вот это, понимаете, вот этот сегмент карагена НЖД сегодня сидит во внешней политике Армении. Реально. Меня, честно говоря, просто очень обидел, когда я услышал так. Арье, я хотел бы вот такого момента коснуться, да, но понимаете, как иногда они делают заявления, которые, мягко говоря, уже даже не смешно, да, так хочется просто таблетки какие-то порекомендовать, к врачу обратиться. Тут, понимаете, вот крайне анекдотично, вот особенно отличается представитель Министерства обороны Армении по фамилии Аванесяну. Они там настойчиво говорят, без устали, что у нас тут какие-то наемники с Ближнего Востока и так далее. Там диссонанс есть, там очень несоответствие есть. Я сейчас попытаюсь об этом объяснить. Но одно из последних его заявлений, что здесь воюют некие афганцы, пакистанцы, темнокожие боевики. Ну, я не знаю, Дарт Вейдер, может быть, еще здесь воюет за нас. Совсем непонятно, да? Понимаете как? Только нам здесь кажется это абсурдно. Вот смотрите, они нас обвиняют с одной стороны, что вот вы у Израиля там покупаете. высокоточное оружие, дроны и так далее. Мы же этого не скрываем. А с другой стороны, они нам говорят о том, что какие-то группировки с Ближнего Востока, да, приходят. Это в смысле, чтобы израильскими дронами управлять? Ну, понимаешь, маразм, да? Вот у человека совсем крыша летит. Только нам это кажется? Или вы тоже со стороны видите, что у людей совсем крыша поехала? Нам это очень хорошо кажется, особенно когда они начинают выступать, тянуться к израильской прессе, чтобы что-то так сказать. Я абсолютно не говорю, что они хотят. Они не понимают, что Азабаджан есть в своей армии, Азабаджан моют на собственной территории, Азабаджан не оккупировал территорию Армении. Даже сегодня, сейчас, когда есть возможность это делать, Азабаджан этого не делает. Азабаджан показывает все возможности, что... Вот смотри, ты в этом геополитическом тупике. Ничего другого выхода нет. Ты должен решать, что ты хочешь от этого мира. Но в ситуации, когда, знаете, приходят, открывают здесь посольства, устраивают здесь митинги. После этих митингов еще потом обвиняют государство Израиль в фашизме. Знаете, я этим удивляюсь, как до сих пор? Я вам честно скажу, я об этом говорю откровенно наукостарственному уровню, что невозможно на все это закрывать глаза. Когда тебя же в своей собственной стране обвиняют в фашизме. И кто это делает? Армянская диаспора в Израиле. Такое невозможно себе такое представить. У нас может, например, быть азербайджанская диаспора в Израиле. Мы тоже делаем определенные шаги против армян в Израиле. Делаем, они это не скрывают. Но мы никогда, никогда в жизни против государства Израиля ничего не можем сказать. Потому что это государство, которое нас приняло, которое сделало нам как граждан этой страны. И мы являемся гражданами этой страны. Но это тот маразм, который на самом деле, что, понимаете, в ситуации, когда у человека нет абсолютно никакого геополитического мышления, абсолютно нет никакого геополитического опыта. Он начинает преподавать геополитику Министерству иностранных дел Израиля. Я вам скажу, Министерство иностранных дел Израиля сегодня выдерживает паузу. Но я из очень-очень близких источников знаю, что этой паузой уже скоро придет конец. Понимаете? То, что Израиль в этой тяжелой ситуации, в военной ситуации оказывает помощь, гуманитарную помощь Азербайджану, это говорит о многом. Когда меня спрашивают о политической поддержке Азербайджана, я говорю моим очень близким друзьям. Ребята, если Израиль оказывает технологическую поддержку, это и политическая поддержка. Потому что не каждому государству Израиль предоставляет эту технологическую поддержку. Не каждому государству предоставляет такие дроны, которые есть сегодня у Азербайджана. Я на это смотрю, я очень горжусь и считаю, что в этом большом куске сотрудничества есть и моя маленькая доля этого сотрудничества. Если в данном случае мы смогли... Я самое интересное, я недавно об этом узнал, что в израильской армии дроны не используют, как они используются сегодня в Азербайджане. Надо сказать, что характер войны, который сейчас идет, очень много мы слышим таких положительных отликов. Кто-то ее называет интеллектуальной войной, кто-то ее называет войной нового поколения. Это здорово, это здорово, я очень рад этому, на самом деле. Я думаю, что это максимально минимизирует гражданские жертвы, в том числе, о чем, в принципе, армянская страна должна тоже говорить. Но они со своими устаревшими методами... Да, но это не тот случай, как говорится, время идет и оно играет не в их пользу. Алья, мы вернемся к этим темам, но есть еще один такой момент, знаете, как армянская сторона пытается придать какой-то пафос, какой-то, знаете, вот, например, президент Армении что говорит? Он дает интервью, он говорит, воюющие в Нагорном Карабахе армяне защищают Европу. Вот у вас есть ощущение, что вот эти группировки, эти боевики армянской армии, которая проливает кровь в регионе Нагорного Карабаха, они вот защищают Европу. Я понимаю, что они напирают на христианство, они просто эксплуатируют эту тему, когда конфликт не религиозный. Вы просто хотите отнять у нас наши же территории, вот и все. Тут не надо, так сказать, семи пядей во лбу иметь, да? Но все-таки со стороны, опять же, окажется, что они там воюют за Европу? Это совсем так не кажется, поверьте мне, я практически каждый день читаю израильскую прессу, и я вам скажу, что в большинстве материалов, если вот только нельзя, это последний материал про Пашиняна в Джерусалимпост, материалы идут очень положительные, я вам скажу честно, да, и реально. Меня очень просят, чтобы привезти в Азербайджан, показать реально ситуацию, я сейчас этот проект готовил. То есть, с этой точки зрения, понимаете, если бы Азербайджан был неинтересен для Израиля, Азербайджан бы не стоял на стороне Азербайджана. Это их больше всего раздражает, что как это Израиль, как будто борется с исламским фундаментализм, как они говорят, да? По большому счету они просто проспали, что реально Израиль сегодня наладил сотрудничество практически со всем регионом Персидского залива. Да, они как бы этого и не видят, да? Они как бы думают, но именно Персидский залив сегодня учится именно у светского Азербайджана, мусульманского светского Азербайджана, как нужно сотрудничать с Израильем. И всему миру это показывает. И на самом деле то, что они хотят свой мегалоармянский мир создать, что в этом мегалоармянском мире только существует Армения, нет никого другого, они прекрасно понимают, что они в очень большом тупике, у которого нет выхода. В ситуации, когда ты прекрасно понимаешь, что Израиль это страна самых больших инноваций, страна хай-декарда. Здесь люди занимаются интеллектуальным трудом. Надо быть слепым, слепым, чтобы это не видеть. Один момент, Ариэл. Мне просто режиссер говорит, что время у нас ограничено. Полторы минуты буквально остается. Вот смотрите, любая вещь, любые действия и война должна иметь свою логику. Сейчас, я так понимаю, все вокруг видят театр военных действий. Как все продвигается. Я бы даже сказал, что достаточно скромно, дозированно предоставляется информация о том, что происходит в театре военных действий со стороны успехов азербайджанской армии. Но даже при этом понятно, что ситуация исключительно полная доминанта и диктует всю ситуацию азербайджанской армии. У вас есть ощущение, понимаете, я опять же говорю, логика, если смысл в том, что делает сейчас Армения, посылает каких-то людей, не обученных на линию фронта под артиллерийские снаряды. Есть ли какое-то ощущение, есть ли у вас мнение о том, что Армения в одиночестве, которым она осталась, на едине с Азербайджаном, может как-то поменять ситуацию на линии фронта, на театре военных действий. Буквально полторы минуты. Как же это не произойдет, Азербайджан делает все возможно. На самом деле здесь большая роль, конечно, господина президента Ильха Алиева и министра обороны Захкина Гасанова, который на самом деле делал огромную работу. Я в прошлом году в этот период времени находился в Азербайджане, я был с израильскими… Потому что реально они прекрасно понимают, там нет боевого духа. Вы видите, в течение 30 дней, как вы говорите, 4 района, там будет 5 районов было обслужено. Конечно. То есть реально у них нет смысла, они понимают, что им нет смысла защищать то, что им не принадлежит. Понятно. Если люди сейчас покупают, у них молодежь покупает позитивные тесты на COVID-19, я думаю, что это о многом говорит. И это информация армянских СМИ, это информация армянских спецслужб, которые задерживают их врачей. Арье, в любом случае, огромное спасибо, что нашли время, возможность, ответили на наши вопросы. Спасибо. Удачи вам. Удачи. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC был специальный выпуск, специальный выпуск вел я, Санам Заев. Гостем специального выпуска был Арье Гуд, известный израильский эксперт в области международных отношений. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова